На календаре вторник, 30 сентября, информационная служба канала РТВА продолжает свою работу с международными новостями. К этому часу вас ознакомлю я, Сергей Кения. Здравствуйте. Сейчас в мире. За геноцид ответите. Москва заподозрила Киев в преступлениях против человечности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида русскоязычного населения на юго-востоке Украины. Нина Шамуге проанализировала все доводы Москвы и контраргументы Киева. Москва пустилась во все тяжкие. Точнее, обвинила Киев в особо тяжком, более того, в международном преступлении, в геноциде русскоязычного населения Донбасса. Следственный комитет ведет уголовное преследование. Правда, о каких-либо фигурантах дела пока ничего не сообщается. Неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины, вооруженных сил этой страны, Национальной гвардии Украины и правого сектора отдавали приказы, направленные на полное уничтожение именно русскоязычных граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик. Действия лиц из числа украинского политического и военного руководства, отдававших приказы на уничтожение русско-говорящего населения, прописаны не только в российском законодательстве, но и в нормах международного права. Глава Следственного комитета напомнил, что статья за геноцид, то есть действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Возможно, даже смертная казнь. Правда, нужно специальное постановление. Случай исключительный. По версии следователей, убийства русскоязычных граждан совершались при помощи наступательного вооружения неизбирательного действия, в том числе реактивной артиллерии и тактических ракет. Число погибших в результате таких обстрелов ведомство оценило в 2,5 тысячи человек. Кроме того, отмечается, что более 300 тысяч жителей, затронутых конфликтом регионов, были вынуждены бежать в Россию. Киев, естественно, все обвинения отвергает. Украинские власти, в свою очередь, утверждают, что весь конфликт с самого начала спровоцировала российская пропаганда, рассказывавшая населению восточных регионов об угрозе, которую якобы представляют для русскоязычного населения жители запада страны. Это откровенный бред. Такого рода дело является пиар-шумом, сделанным специально для того, чтобы обосновать проведение выборов в Донбассе, чтобы полностью отделить Донбасс от Украины. Все это совпадает по времени с заявлениями, сделанными на прошлой неделе о проведении выборов в так называемые органы управления Донецкой и Луганской народных республик. С этой же целью было объявлено о массовых захоронениях мирных жителей, которых будто бы расстреливали представители украинской армии. Это лишь дополнение к пиар-шуму, обоснованию того, что так называемая Новороссия отделяется от Украины. Именно экспансия, по мнению киевских властей, является завуалированной причиной новых громких обвинений Москвы. Заявлениями о преследовании русскоязычного населения Россия оправдала аннексию Крыма в марте. Кремль тогда называл делом чести защиту этнических русских от киевских фашистов. Теперь вот бьются за права всего русскоязычного населения. Впрочем, доказать Западу факт геноцида в Донбассе, уверены аналитики, будет крайне тяжело. А уж добиться вынесения приговора – дело нескольких десятилетий. И в России это наверняка осознают. Тогда зачем Москве переливать из пустого в порожнее? Ответ наблюдателей прост. Для поддержания патриотического духа в самой России. И, как следствие, роста популярности лидеров страны. Российский газ с опозданием в два года. Транспортировка голубого топлива по трубопроводу силы Сибири с Чендинского месторождения в Китае начнется в 2020 году. Хотя ранее планировалось запустить поставки в 2018. В компании «Газпромдобыча» на Япск сообщили, что сроки пришлось скорректировать. Но по какой причине это произошло, не уточнили. В настоящее время на месторождении проводятся разведочные бурения скважин, а затем начнется их промышленная эксплуатация. Напомню, в мае «Газпром» подписал контракт «Века» с китайской CNPC. 30-летний договор предусматривает поставки в КНР до 38 млрд кубометров газа в год по трубе силы Сибири. Стоимость сделки не огласили, но известно, что аванс по контракту российский «Газпром» не получил. Несмотря на воздушные удары авиации США и их союзников по позициям джихадистов на Ближнем Востоке, радикалы продолжают наступление. По данным некоторых СМИ, отряды группировки «Исламское государство» находятся в считанных километрах от Багдада. Между тем, американский центр оценки стратегических и бюджетных вложений посчитал, в какую сумму обходится Вашингтону антитеррористическая операция на Ближнем Востоке. На авиаудары уже потрачен почти миллиард долларов. В будущем бомбардировки средней интенсивности будут стоить 200-300 миллионов в месяц. Соединенным Штатам не удастся побороть джихадистов. Об этом в очередной раз заявил британский журналист Джон Кентли в своем третьем по счету видео. Бывший военный фотограф, напомню, с ноября 2012 года находится в заложниках у ближневосточных боевиков. В своих видеообращениях, публикуемых исламистами, он критикует страны Запада. В новом ролике, одетый в традиционную оранжевую робу, похожую на ту, что носят узники к Гуантанаму, британец вновь осудил политику президента США Барака Обамы. Кентли в частности заверил, что планы использовать иракские войска и сирийских повстанцев для борьбы с членами исламского государства обречены на провал. К сожалению, Барак Обама выбрал наиболее предсказуемый путь разрешения конфликта. Авиаудары не помогут странам Запада захватить и удержать нужные им объекты и районы. Для этого необходимы обученные и дисциплинированные войска. Однако ни иракская армия, ни сирийские повстанцы таковыми не являются. Власти Гонконга призывают демонстрантов, заблокировавших улицы в центре города, немедленно прекратить массовые протесты. На фоне столкновения манифестантов с полицией, проходивших в предыдущие дни, сегодняшний день проходит относительно спокойно. Впрочем, ожидается, что протесты усилятся в преддверии Дня образования КНР, государственного праздника, отмечаемого 1 октября. На улицах Гонконга остаются десятки тысяч людей. Цель протестного движения, получившего в прессе название «Революция зонтиков», сохранит за Гонконгом широкую автономию. Участники акции считают, что власти коммунистического Китая шаг за шагом ликвидируют особый статус бывшей британской колонии, нарушая таким образом принцип «одна страна, две системы». Что ж, на этом пока все о развитии событий. В следующем выпуске я не прощаюсь.